Что же такое я ем в течение дня? И почему мне легко и просто удается поддерживать себя в хорошей физической форме? Прежде чем я начну рассказывать о том, что я ем в течение дня, мне бы хотелось припомнить один, не то чтобы случай, но один факт. Это было несколько лет назад, я тогда начинала изучать школу здоровья Михаила Советова. Я думаю, что наверняка многим это имя знакомо, потому что вы интересуетесь натуропатией, а Михаил Советов такой яркий представитель современной натуропатии. Я начала его изучать в 2016 году. И на тот момент это была самая подробная информация о том, как работают системы нашего организма. Я имею в виду самая подробная бесплатная информация на просторах интернета о том, как работает организм, его системы, как разделяются продукты питания по своим свойствам, по своему назначению, по своему влиянию на здоровье человека. И это было очень интересно. Я прослушала всю школу и сейчас продолжаю следить. Хотя, конечно, деятельность его уже немножечко перешла в другое русло, но всё равно вот эти знания, первые самые пазлы, они были очень интересные. И вот самое запоминающееся, что мне тогда как-то врезалось прямо в голову его слова, когда его стали спрашивать, что он ест, он почти всегда уходил от ответа, увиливал, я бы даже так сказала, и говорил, ну, что я ем, это в принципе не имеет для вас значения, потому что у нас с вами разная история. Вот запомните вот эту фразу, да, потому что она, тогда я не согласилась с этой фразой и не поняла её значения. То есть я так же, как и вы сейчас, наверное, я была тогда начинающим натуропатом, и я так же думала, ну, как так, человек уже опытный, да, перешёл на естественное питание, он практически там позиционирует себя факторианцем, и как это, если он не хочет поделиться своим опытом практическим, что он ест задний, а как же мы будем тогда, нам же нужен какой-то ориентир, на что ориентироваться, что брать за основу, почему он не хочет что-то нам тут открыть, какие-то секреты. Вот я была в недоумении. И только потом уже, по мере того, как я сама стала на этот путь и сама стала оттачивать своё питание, я поняла, в чём смысл этой фразы, и я подробнее расшифрую это в конце нашей беседы, после того, как я расскажу всё-таки о том, что я ем за день. То есть вот сейчас, прежде чем я начну рассказывать свои рационы, я бы хотела вас тоже предупредить, что когда вы будете слушать о том, что я ем за день, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы это брали за прямую рекомендацию к действию, за пример, за идеал, за то, на что вам нужно ориентироваться и к чему вам нужно стремиться. И опять-таки я объясню это в конце нашего разговора, а сейчас просто расскажу. Первое, что нужно понимать, что питание моё, вот такое, как оно есть сейчас, как оно устоялось, оно не стало таким сразу. То есть я прошла свой долгий путь. И если заглянуть ко мне на канал YouTube, то у меня где-то в 2019 году вышло видео, как я перешла на естественное питание. Можно его найти и посмотреть ради интереса. И вот в этом видео я признаюсь, что мой переход на естественное питание в том понимании, как я для себя это выдала, естественное питание, он занял 3,5 года. То есть с 2016 по 2019 в течение 3,5 лет моё питание всё время менялось, причём очень сильно. И вот если сейчас за отправную точку, вот в данный момент взять сейчас, и отправная точка тогда, 2016, это вообще два совершенно разных подхода к питанию, но это всё происходило в течение нескольких лет. И в этом есть очень глубокий смысл. Я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали вот в этом, что если сейчас ваше питание, как вам кажется, не отвечает принципам здорового, и вы хотели бы его изменить, не нужно его стремиться изменить сразу в один день, вот с того, как вы, допустим, сейчас питаетесь и понимаете, что он нездоровый, на какое-то совершенно другое, вот, например, как я сейчас буду рассказывать, совершенно не факт, нет никаких гарантий 100%, что вот это питание, которое я сейчас расскажу, вот это резкий переход, да, резкое изменение, принесёт вам пользу. Нет никаких гарантий, а как раз вот с точностью до наоборот. Скорее всего, сразу будут возникать некоторые проблемы. Поэтому вот запомните, это очень твёрдо, да, и очень хорошо это примите к сведению, что любые изменения в питании должны быть постепенными. На что ориентироваться в этом изменении? Прежде всего, на свои ощущения внутри себя. Что с вами происходит? Во-первых, на уровне живота, когда вы меняете своё питание. Ну и, конечно, опираться на здравый смысл, на знание, на информацию, которую вы собственными усилиями там откуда-то добываете, да, на свой здравый смысл, потому что любая информация нуждается в переработке. Я, например, никогда ничего не принимала на веру сразу, а обязательно пропускала через свой мозг. А как? А почему? А почему нельзя? А почему это лучше? И пробовала сама. И следила за своими ощущениями, за своими наблюдениями, да, а что происходит при этом в теле. Если мне было некомфортно, хотя это был каком-нибудь хвалёный там подход к питанию, я понимала, что в данный момент я не готова, совершенно не готова рассматривать вот этот подход. То есть я всегда ориентировалась на степень комфортности. И вас призываю к тому же. Вот когда у меня на марафоне люди начинают менять питание, иногда бывают такие, пробегают комментарии в чате, в общем, что, ну, вот я это ем, мне это не нравится, но я это буду есть, потому что это полезно. Вот я всегда стараюсь внести свою поправку в такие комментарии, потому что не считаю это правильным. Если организму это не нравится, если это не заходит по каким-то причинам, значит, эти причины очень весомые. И с этим нужно считаться. Вот в данный момент не готовы. Значит, нужно что-то другое. А возможно, пройдёт какое-то время, может быть, даже совсем немного времени, и наступит момент, когда вот именно это сочетание или этот продукт вам зайдёт, и организм сам это попросит. Вот я всегда руководствую степень комфортности. И когда мне пишут, что я применяю там силу воли, да, в изменении своего питания, это просто очень смешно. В питании не должно быть никакой силы воли. Ребята, вот прям запомните это. Ну, запишите себе это на подкорку. Не должно быть никакой силы воли в питании. Питание – это самая естественная функция, да, пищеварения. И это должно быть приятное выполнение этой функции. Вам должно быть приятно. Я не говорю о том, чтобы прям какой-то там невообразимый кайф ловить. Хотя, конечно же, это тоже имеет место. Бывает такая еда, которая в определённый момент очень хорошо прям вот заходит. Именно, видимо, её прям требует организм. И тогда действительно ощущаешь кайф, особенно если сильный голод. Были у меня такие моменты, могу рассказать. Но по большому счёту, это всегда должны быть какие-то приятные ощущения, во всяком случае, не вызывающие никакого сопротивления со стороны вашего организма. Когда я что-то кладу в рот или там составляю себе рацион на день, я всегда думаю, во-первых, о том, чтобы это было мне приятно и чтобы это был мой приемлемый вариант, а не какой-то там, ну, что-то странное, да. Во-вторых, я думаю о том, чтобы это было обязательно полезно для моей здоровой микрофлоры, потому что всё, что я имею на сегодняшний день, своё здоровье, наличие энергии, свой вес, своё настроение, ну, вообще всё, я этим обязана здоровой микрофлоре кишечника. Над созданием, над выращиванием которой я потрудилась сама, своими собственными руками, мозгами. Я себе вырастила здоровую микрофлору в кишечнике, и сейчас этот кишечник отвечает мне большую благодарность за то, что я сделала для него это. Он очень спокойный, он очень хорошо справляется со своими обязанностями, со всеми своими обязанностями, и переваривание, и выведение. Он не доставляет мне никаких хлопот, никакого дискомфорта. Я очень люблю свой живот, свой кишечник, мы с ним дружим, и всё это благодаря тому, что я всегда заботилась о том, чтобы у моей микрофлоры, у моих полезных бактерий всегда была хорошая еда, то есть растительная сырая клетчатка. Я до сих пор об этом заботюсь, потому что я точно знаю, что если сейчас я пущу всё на самотёк, начну относиться к своему питанию кое-как, хватать, что попало, не соблюдать такое здоровое соотношение с сырой пищей и варёной, то очень быстро всё развалится. Очень быстро возьмёт вверх патогенная микрофлора, здоровая сдаст свои позиции, и у меня, возможно, начнутся проблемы с животом, а потом и с организмом. Я, конечно же, этого не хочу, поэтому я всегда заботюсь, чтобы для микрофлоры была хорошая еда. Ну и, конечно, я заботюсь о полноценности своего питания, чтобы, ну, как говорится, и белки, и жиры, и углевод, да, это всё традиционно принято, чтобы это была какая-то разнообразная еда, она не одна и та же. Ну и, конечно, я думаю о том, чтобы мне было энергично и радостно с этой едой, чтобы она приносила мне энергию и радость. Когда я несколько лет назад вот это всё, вот эти все принципы пыталась, ну, притворяла в жизнь, это было немножко, как сказать, ну, технологично. То есть я это себе даже прописывала, я составляла себе даже там на неделю какие-то примерные рационы, я прикидывала, а даже в процентах вот прикидывала, да, а сколько мне вот можно варёное, сколько сырое, а вот что с чем мне сочетать. То есть я думала, я каждый день думала о том, как мне вот это всё, вот эти принципы соблюсти, да, и пользы, и вкуса, и полезности для микрофлоры, ну, и энергичности, и радостности. Но сейчас могу сказать совершенно точно, что вот это всё достигло автоматизма. То есть если у вас, если вы водите автомобиль с механической коробкой передач, то если вы уже опытный водитель, да, давно водите, то скорее всего вы вот эти скорости переключаете просто на автомате. То есть вы едете и не задумываетесь о том, когда какую передачу нужно включить. И вот с едой то же самое. То есть я, всё отработано уже на автомате. Подбора продуктов, подбора рациона, когда, что, с чем, что, после чего. Всё идёт уже на автомате. А поначалу приходилось думать. И это достигаемо, вот эти вот умения, да, делать себе рацион под свою жизнь, под своё состояние, под свои желания. Это достигается с опытом и приходит именно на уровне автоматизма. Ну и так я перехожу к описанию своих вариантов питания. Конечно, я сделала, ну я прям накидала себе на бумагу, чтобы долго не вспоминать. Конечно, это всего лишь несколько вариантов. Ну вот тут сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я накидала восемь вариантов. Из них шесть, нет, семь, пять. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да, пять вариантов. Это стандартные варианты, те, которые я часто повторяю в своей обычной жизни, когда моя жизнь размерена и идёт в своём привычном формате, в своём привычном графике. То есть это обычная жизнь дома, в рамках домашних обстоятельствах, когда я могу сама себе пойти что-то купить. У меня всё рядом, рынок, магазин. Что-то принести, что-то там приготовить. То есть такая размеренная жизнь с утра и до вечера. И три варианта я написала. Это форс-мажорное обстоятельство, когда нужно куда-то уехать, когда что-то происходит, срочное такое, какие-то дела, которые не позволяют сходить что-то купить. Когда мы перебиваемся тем, что есть, тем, что... То, что предлагают обстоятельства, скажем так. И вот об этом я хочу подробно вам рассказать. Можете записывать, можете не записывать, как хотите, как вам будет нравиться, но просто помнить, что это не пример для всех. Сначала проговорю все рационы и в конце эфира расскажу подробные причины, почему нельзя это всем. Итак, первый стандартный день. День у нас с мужем всегда начинается одинаково, я имею в виду с точки зрения питания. Вот он уже, сколько мы занимаемся здоровым образом жизни, вот как-то пришли мы к одному и тому же формату утреннего первого завтрака, он нас устраивает. Это всегда кофе с ореховым молоком и кофе что-то из фруктов, но чаще всего это сухофрукты. Само собой, я это не проговариваю, само собой утром начинается с воды. Причем я люблю воду подкислять лимоном, вот как сейчас здесь, добавить немного меда и добавляю капельку эфирного масла либо лимона, либо грейпфрута, либо дикого апельсина по настроению. И дальше я варю кофе. Обычный кофе молотый, который продается уже перемолотый в пакетах. Ну, пыталась покупать в зернах, перемалывать сама, но, знаете, не заметила никакой разницы. Вкус один и тот же, а может быть даже и хуже. Может, просто я не умею выбирать, не знаю. Но мне проще вот купить молотый кофе, положить в кофеварку, залить воды, получить сваренный кофе, сделать отдельно ореховое молоко. По поводу орехового молока. Я тестировала самые разные варианты молока. Вот прям вот все, буквально, наверное, все орехи прошли через мои руки. И все семена, какие только можно. И могу сказать, что, в принципе, любое ореховое молоко или молоко из семян, оно вкусное. Скажем, миндальное молоко, из миндаля, это свой вкус. Молоко из фундука, это немножечко другое, более грубый вкус. Молоко из грецких орехов, это очень хорошее молоко, но тоже часто, вот его, например, каждый день мне его не хочется. Что там я еще пробовала? А, молоко из кэшью. Ну, мы понимаем, да, что это не орехи, что это бобовые, но мне вообще все равно, как их называть, потому что на вид, они все равно как орехи и едят их, как правило, люди как орехи. То есть, когда люди покупают кэшью, они все равно едят их, как орехи. То есть, в голове все время сидят орехи. Поэтому не важно, что это называется бобовое. Вот. В общем-то, из кэшью тоже вкусное молоко. Из кунжута очень хорошее молоко. Мы прям буквально несколько лет сидели на кунжутном молоке. Вот белый кунжут я покупала, перемала, но я сначала его мыла, потом высушивала, складывала в банку уже в сухом виде и готовила порционно. То есть, наступает утро, беру кунжут, перемалываю в кофемолке, заливаю теплой водой с медом, блендерю и получаю кунжутное молоко. Если хочу погорячее, то чуть-чуть его подогреваю. Но сильно греть его нельзя, потому что очень быстро там сворачивается. Поэтому совсем чуть-чуть на маленьком огне. И мы прям несколько лет сидели на кунжутном молоке. Я думаю сейчас, что это было не случайно. То есть, если ты не можешь оторваться от какого-то продукта в течение долгого времени, то это совершенно точно означает, что этот продукт тебе сейчас нужен. Поскольку мы знаем, что в кунжутном молоке большое количество кальция, причем кальций, который хорошо усваивается, в отличие от кальция, который в молочных продуктах, то думаю, что как раз мы, наверное, добирали вот этот недостающий кальций и охотно его пили очень долго. А в один прекрасный момент нам надоело кунжутное молоко, и мы стали вот тестировать раз. И вот сейчас, вот в данный момент, я пришла, мы пришли к кедровому молоку, молоко с кедровых орехов. Я, конечно, понимаю, что это дорого, что может быть не всем это по карману. Я тоже, в принципе, долгое время как-то немножко от него шарахалась, именно по причине дороговизны. Но потом я стала пробовать, да, покупать, и я поняла, что его уходит, этих орехов уходит немного на молоко. Ну, буквально там, вот именно на размер кофемолки, такая небольшая у меня кофемолка, и получаются две такие хорошие чашки молока, которые мы выпиваем с кофе, и это очень вкусно. Это божественно вкусно. Когда у нас вдруг не оказывается в доме каких-то орехов или семян, но я, допустим, накосячила, не купила вовремя, да, мы можем просто взять кусок сливочного масла и положить его в кофе. И это для нас тоже такой хороший вариант. Так, и теперь что к кофе. Поскольку мы, ну, у нас примерно это в 8 часов происходит, ну, плюс-минус, когда раньше, ну, позже, реже, но обычно или в 8, или раньше. Может быть, все им это произойти завтра, смотря как встали. Когда мы садимся пить кофе, в принципе, вот к этому моменту, примерно к 8 часам, уже ощущаем голод. Но не сильный голод, но легкий. И тот такой голод, который хочет небольшого количества углеводистой какой-то еды, чтобы получить заряд энергии. Вот сразу говорю, что сухофрукты это такая очень хороший углевод, глюкоза плюс фруктоза, который дает достаточное количество энергии. Я сразу могу развеять вот эти опасения, относительно поджелудочной железы, инсулин, скачки сахара. Вообще не имеет никакого отношения это сюда. Просто, понимаете, мы люди, то есть я вот человек, который полностью перешел на такое питание, в котором глюкозу и фруктозу я получаю исключительно из растительной еды, то есть из фруктов, из овощей. я не ем мучное, я не ем каши, кондитерку, вот это какие-то выпечки, хлеб, вареного у меня вообще в принципе очень мало еды. И для моего организма вот это количество фруктозы и глюкозы, которые я получаю из фруктов, это достаточное количество, чтобы получить именно энергию для работы, для активной жизни, даже там до спорта. Достаточно вполне. Но это совершенно не затрагивает ни мой уровень сахара, ни мою поджелудочную железу, просто потому, что другой нагрузки на пищеварительные органы нет. То есть я не нагружаю себя конфетами, тортами, шоколадами, выпечкой и большим количеством вареной еды. Поэтому мне легко мои пищеварительные органы справляются совершенно легко с усвоением этой глюкозы, с растаскиванием ее по клетке. Я проверяю периодически сахар, у меня вообще сахар прям в идеальном состоянии. Ну и ничто меня не беспокоит. Вот так. Что это может быть из сухофруктов? Это может быть ну например самое такое традиционное у нас это курага и немного изюма. Ну буквально там маленькая вот прям щепоточка вот такая изюма. То есть вот скажем четверть ладони вот так наверное изюма. Курагу я покупаю не вот эту вот красивую которая там вся блестит. Я ищу самую неказистую, самую такую сухую, сморщенную, которая ничем не обработана. Она прям маленькая маленькая такая. Выглядит невзрачно. беру ее, замачиваю и когда она в размоченном промытом состоянии она по вкусу прямо вот живой абрикос. И это очень приятно кушать утром живой абрикос, который имеет свой вкус, свой аромат. Правда иногда попадаются какие-то не очень зрелые варианты, что конечно меня расстраивает. потому что абрикосы хочется кушать в зрелом. Но это уже издержки нашей современной жизни, когда нам трудно купить спелые фрукты. Поэтому удовольствуемся тем, что есть. Вот. Это первый завтрак. Значит далее у меня второй завтрак. Во сколько он бывает? А вот по-разному. Если допустим мы завтракаем в 8, то второй завтрак бывает либо в 10, либо в 11, либо в 12. В зависимости от того насколько быстро я почувствовала голод. Я никогда не привязываюсь к часам. Я ем только почувствую голоду. Если я хочу есть, я иду и ем. Если я не хочу, то я жду наступления голода и вот пью. Я навожу себе большую чашку и там вот вода с лимоном и пью. Что может быть на второй завтрак? Чаще всего зимой, именно зимой, то есть в холодное время года я люблю делать коктейль. Летом почему-то я не люблю коктейль, наверное, потому что коктейль я использую в основном замороженные варианты того, что я запасла с лета и потому что летом много вкусных спелых свежих фруктов сезонных, таких как черешня, клубника, ну и абрикосы, персики и прочее, прочее. А вот зимой мне очень хорошо заходит коктейль. Из чего я его делаю? Ну, во-первых, там обязательным элементом будут семена льна. Я их перемалываю в кофемолке предварительно, да, то есть прямо вот с самого утра замачиваю небольшим количеством тепленькой воды и они мне вот стоят там до второго завтрака набухают. Перемолотые в воде набухают и превращаются в такое подобие киселя. Такая киселистая, такая сопливенькая такая масса, которую очень хорошо используют в коктейль, потому что она придает коктейлю такую пышность, приятную консистенцию мягкую, сытость и что очень важно хорошо обволакивает слизистую ЖКТ и способствует хорошему формированию каловых масс. То есть для стула и для питания бактерий плюс еще это полезные жиры, это даже омега-3 в растительном исполнении это очень хорошая вещь. То есть лен я держу всегда как только заканчивается лето, летом он уходит из рациона, а вот с осени и до конца весны это всегда каждый день это лен. Дальше туда идет горсть мангольда. Мангольд я стала выращивать теперь сама на своем участке и замораживаю его. Очень хорошая вообще неприхотливая штука. Раньше я думала ой какой-то мангольд, что это за такая диковинка. Особенно вот если вы Поля Брега читали, у него там есть всякие рецепты с коктейлями, он там очень часто употребляет мангольд. И оказывается это такая растительность типа как листья свеклы. Она вообще неприхотлива, она очень легко выращивается, растает сочная такая, толстая. И вот я все лето ее рву и замораживаю. Рву и замораживаю. Причем замораживаю прям порционно. Намою, слегка там обсушу и порционно складываю в пакеты и прямо вот в заморозку забиваю все. Потом беру зимой, достаю пакет, разворачиваю, кладу в тарелку прямо где у меня лен, да, прямо вместе с сольном замачиваю его, чтобы он там растаял. Это вот обязательно. Если мангольд заканчивается, у меня еще в запасе всегда есть шпинат замороженный тоже свой, петрушка тоже своя замороженная и какие-нибудь салатные листья, если там было много салата лишнего. Но салатные листья мне не очень нравятся в коктейле, они как-то плохо выглядят. Вот мангольд вообще в идеале. Раньше еще крапиву добавляла, но потом что-то как-то стало лень ее собирать и перестала заготавливать. Дальше банан обязательно я кладу в коктейль, потому что это вкусно, это хорошая консистенция такая, это сытно. Кладу горсть ягод любых, какие есть. Либо черника, либо голубика, либо клубника, ну, замороженная. Может быть там какая-нибудь клюква или что-нибудь такое. Но это либо своя заморозка, либо это купленная заморозка. Кладу немного меда, чуть-чуть, и тепленькой водички. Я люблю, чтобы коктейль был обязательно теплый. Обязательно теплый. Ниже температуры тела я не делаю, может быть даже чуть-чуть выше. Вот тогда это действительно такая теплая, сытная еда. Делаю большую чашку, миллилитров в 400 примерно выпиваю, и мне вот этого, если, скажем, 10 часов я выпила такой коктейль, то часа на 4 мне точно хватает. То есть потом я где-то захочу есть, возможно, в 14 часов. Но не факт, могу и не захотеть, могу и до 16 не хотеть есть. Но если я в 14 часов захотела есть после коктейля, то это может быть что-то опять из фруктов, но может быть цитрусовые, апельсины, может быть помэло, может быть яблоко, может быть груша, но то, что есть в доме. Но если я сильно захотела есть, у меня такое бывает, когда очень насыщенная работа, много движухи, бывает, что очень хочется сильно есть, и я могу сделать себе салат из плодов айсберг, листья, туда огурец, авокадо, помидоры черри, маслины, перец и оливковое масло со специями, ну, люблю с эфирными маслами делать, эфирное масло перца, эфирное масло базилика, эфирное масло орегано, что-нибудь такое, там, розмарина, ну, в общем, делаю разные сочетания лимона, это вкусно. Когда я на марафоне своим подопечным говорю, чтобы они не делали слишком сложных сочетаний в салатах и других блюдах, чтобы они попроще делали, я это объясняю тем, что их организмы находятся в данный момент в уставшем состоянии от пищеварения, сочетаниями. Поэтому им сложные, да, много компонентов в одном салате лучше не делать, потому что они находятся сначала на подготовке к условному голоданию, потом они находятся там на выходе, и им лучше, их организм, измученный нарзаном, лучше не испытывать такими сложными сочетаниями. Но я человек, который, пищеварительная система, которого в принципе вообще не отягощена какими-то сложными пищеварительными процессами, потому что, как видите, еда у меня по большей части сырая, а сырая пища очень легко усваивается, расщепляется, в общем, практически без каких-то усилий со стороны организма затратных. Поэтому у меня много энергии, понимаете, поэтому я такой живчик, я не устаю, я мало сплю, я не устаю. Почему? Потому что у меня идет минимальная нагрузка на пищеварительную систему, совершенно минимальная. Вот. И поэтому мой салат может состоять из такого большого количества компонентов, то, что я сейчас перечислила, да, и айсберг, и акурец, и авокадо, и помидоры, и маслины, и перец. Я вот люблю такие вещи, мне прям очень хорошо это заходит. Ну и наконец, да, кстати, вот этот прием пищи в 14 часов, это у меня бывает не каждый день. То есть в основном это 8, 12 и 16 последний прием пищи. То есть получается три раза, и каждый через 4 часа в среднем. Но это так, в среднем, да, примерно. Но иногда бывает вот какой-то внеплановый. То есть от того, хочу я или не хочу. И вот последний прием пищи, мы его называем ужин, но на самом деле он практически обед, да, потому что в 16 часов многие обедают. Вот. что это может быть? Это приходит мой муж уже со своих работ и мы устраиваем такой более-менее плотный прием пищи, который может состоять и из мяса, и из вареной. Ну вот, например, я тут себе записала, вот свежий пример, да, скажем, вчерашний. Это тарелка борща из баранины. Мы из мяса мы в основном берем только баранину насутого. Есть частник, у которого свое стадо баранов, он выращивает молодых там барашков продает. Мясо очень нежное, хорошее, чистое, мы знаем, что оно чистое и вот мы его берем. Это котлета из баранины, например, все собственно наручно приготовленная со всеми известными ингредиентами, потому что, да, я сама их делала, я знаю, что туда я положила. То есть там нет мышиных хвостов, там нет соевого белка, там есть абсолютно натуральные продукты. Ну и тарелка моркови по-корейски, которая тоже приготовлена мной. Из собственной моркови заправка сделана своими руками, я знаю, что я положила. Ну, борщу, например, домашней сметаны. Сметану мы берем в основном домашнюю, именно вот у женщины, которая в деревне езжит коров и приезжает на рынок два раза в неделю, продает свою сметану, которую сначала покупаешь, она как сливки, такие, ну, густые сливки, которые прям вот, ну, как бы, так вот текут, да, но буквально они стоят день-два и превращаются в очень густую сметану, в которой просто стоит ложка, ну, практически как масло. вот. И вот, собственно, все. На этом заканчивается наш день с питанием. После такого сытного обеда, вот, например, как я описала, да, в 16 часов, есть уже больше не хочется. Максимум это просто попить чай, либо с медом, либо без меда. чай мы завариваем свой, либо это Иван-чай, либо это Иван-чай с базиликом, либо Иван-чай с мятой, либо просто мята, либо просто базилик, либо сушеная малина. Вот, я сушу малину со своего огорода и просто вот завариваю ее в термосе, она стоит несколько часов, и это просто обалденный получается чай. Так, рассказываю теперь второй пример по питанию. Утро стандартно кофе, и это, если нет сухофруктов, могут быть бананы, может быть один, может два, смотря на сколько сильный голод. Вот, бананы, в принципе, я держу дома всегда. У меня всегда есть кучка бананов, которые уже спелые, которые уже можно в коктейле и так поесть, и всегда лежит кучка, которые я покупаю, они же продаются обычно такие, какие-то ползеленые, заранее покупаю, и она лежит у меня там на подоконнике, ну, дозревает. Вот, и вот так я стараюсь, чтобы у меня всегда был, потому что бананы, они как-то всегда как палочка-выручалочка. То есть, вот кофе и бананы, может быть, вот такой завтрак. Второй завтрак, если это были бананы, если я, допустим, пару бананов съела за завтраком, ну, это довольно сытно, то вторым завтраком хочется чего-нибудь сочного, вот, да, как на, как сказать, на контрасте, да, были бананы, а потом хочется сочного. Поэтому могу взять помело, если оно очень большое, я могу слить половину. Вот, разрезаю, очищаю и съедаю помело. Либо могу слить пару апельсинов. Вот, то есть хочется цитрусовых и там, либо мандарины, штуки 4-5, иногда 6. если вкусно. Дальше. Следующий прием пищи, это вот я, когда я дома одна, да, то есть я вот так вот отрываюсь по всяким фруктам и плодам. Например, это может быть, ну, как, типа, обед. Вишня со сметаной, вот это моя слабость. То есть я беру из морозилки вишню, которую я, опять же, заготовила с лета. Я ее прям в дуршлаге под горячей водой промываю вот так, да, вот так, ну, как дуршлаг, да, под струей, она до оттаивания доходит. Кладу себе тарелку такую хорошую, достаю сметану из холодильника и ем в прикуску вишню со сметаной. Есть одну вишню, много не съешь, потому что оскомину набивает. Она же все-таки не совсем сладкая, как черешня, да, она же так с кислинкой. А вот когда со сметаной, это просто не оторваться. Это божественно вкусно. Это очень сытно и ну, это как-то прикольно. Вот прикольно на контрасте есть вишня со сметаной. Когда я впервые сказала об этом маме своей, вот, ну, у нее тоже там заморозка, все это с лета, я говорю, мам, ты вишню-то ешь? Ой, не могу я ее есть, она кислая. Я говорю, а ты попробуй со сметаной. Со сметаной? Да ты что, а как это? Я говорю, ну, вот так, берешь вишню и ложку сметаны, вишню, несколько вишен и ложку сметаны. Когда она попробовала, она сказала, ну, надо же, как вкусно-то. Ой, я теперь каждый день буду так есть. Очень вкусно, да. Так что вот, вишня со сметаной. Ну, и ужин в 16 часов. Я не, как сказать, не сторонник того, чтобы есть мясо каждый день. То есть, мой организм не требует. Но я чередую разные животные белые. То есть, это может быть яйца. Например, штуки 4. Если очень голодная, могу 5 яиц. Если средняя голодная, 4. Если так умеренно голодная, могу 3 яйца. Но это либо всмятку яйца, либо я их на сковородке делаю на сливочном масле, разогреваю масло, кладу туда яйца и лопаточкой, беру лопатку и делаю так, вот, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. Ну, или полужидким, если я не прозеваю. Вот в таком варианте я ее очень люблю. И это может быть салат, я очень люблю, из капусты. Но только если это капуста молодая, либо это пекинская капуста. Если делать салат из капусты, которая зимняя, вот такой салат я не люблю. Его, правда, нужно очень долго жевать, он какой-то такой не очень, как мне кажется, вкусный. Вот. А вот молодой капусты я могу съесть много, просто вот гору. Я даже могу сделать так. Я себе прям нарезаю этой капусты целую тарелку, солю, и потом вот с ковородки я беру вот эту яичницу полужидкую вместе с маслом и прям вываливаю на эту тарелку капусты. Получается, что это такой теплый салат, такой с маслом, сытный, с яйцами. Если так еще помешать, немножко прям так желток вытекает на капусту, и это божественно вкусно, и это очень сытно. Вот на 16 часов ты это ешь, и правда потом есть уже не хочется, но максимум чай с медом. Все, это второй пример еды. Третий пример. Опять же, утро кофе, и это может быть смесь. Вот иногда мы делаем смесь. То есть, что я беру? Я беру курагу, чернослив, но опять же, чернослив я беру не этот, который блестящий, такой обработанный. Я беру, нашла тут одного продавца, который продает маленький, сморщенный, сухой чернослив, вот просто, вообще просто высушенную сливу, которая пополам разрезана и высушена, без косточки. Вот. Я его замачиваю, сливу, вот эту курагу и опять же, изюм замачиваю, промываю. Мы это пропускаем через мясорубку и вот в эту массу, такая она получается, как бы, влажная такая, сильно влажная, я кладу перемолотый лен. Перемешиваю в контейнер стеклянный, ставлю в холодильник и у меня, в принципе, на всю неделю есть завтрак. Вот такая леносмесь. Мои марафонцы, кто на марафоне, очень оценили это, им понравилось, это очень сытно. Вообще, сам лен, он дает ощущение сытости, он там еще подразбухает, вероятно, вот, и вот прям хорошо насыщает. А главное, что у людей нормализуется стул, вот это самое главное, стул просто летает вот на такой смеси. Вот, несколько ложек смеси, кофе с ореховым молоком и, в принципе, вперед очень хорошо, энергично начинается день. Второй вариант завтрака, второго завтрака, вариант второго завтрака, это, если я проголодалась, это не обязательно могут быть фрукты, это не обязательно могут быть плоды, это может быть, опять же, там, пара яиц или тройка яиц в смятку и, например, салат из сырой свеклы. Недавно к нам приходил гость и я поставила на стол, потерла свеклу, сырую, естественно, потерла туда чеснок, посолила, полила маслом, перемешала и вот, угощайтесь. Значит, гость кушает и говорит, ой, как вкусно, а что это у вас, как это вы готовите вот такую свеклу? Я говорю, я ее не готовлю, я ее просто тру сырую и вот, так и так. Он так удивился, говорит, сырое, это сырая свекла? Я говорю, да, ну, надо же, как вкусно, а мы ее варим. Я говорю, ну, так вот, не надо ее варить, вся польза только в сырой свекле. Ну, вареная там тоже есть какая-то польза, но ее намного меньше, чем в сырой. Вот, так что сырая свекла, это вообще очень вкусно. И если сделать вкусную салатную заправку, особенно с эфирными маслами, это будет очень вкусно. То есть, это может быть у меня вариант второго завтрака. Если на второй завтрак у меня был животный белок, яйца, да, в данном случае, и вот салат из свеклы, то на так называемый обед, который в 14 часов у меня может быть, а может и не быть, то есть, такой плавающий прием пищи, будет что-то очень легкое, например, пара яблок или пара груш, ну, или небольшая кисточка винограда. Вот. И ужин, в 16 часов который. То есть, если я в этот день уже поела животный белок в виде яиц, я уже не хочу ничего мясного, тяжелого, и я предпочту, скорее, какое-то растительное блюдо. Ну, вот, например, вареная пшенка с тыквой. Вот этот вариант мне очень нравится. И, кстати, пшенка с тыквой хорошо выводит слизь из организма. Если у кого-то там, да, есть проблемы хронического порядка, там, насморк, все такое, то вот пшенка с тыквой на воде варю, замачиваю. Тыква у меня идет из морозилки, потому что я ее сама выращиваю, заготавливаю уже в таком прокрученном виде. А вот пшено я замачиваю. Лучше его замочить. Замочить, хорошенечко промыть, прям несколько часов его вымачиваю. И потом варю на воде. Чуть-чуть соли и просто варю в воде до такого, ну, перообразного состояния. То есть не люблю сильно густую, не люблю сильно жидкую, а вот такую, как кашка размазня. В готовое влюдо кладу сливочное масло. Сливочное масло тоже покупаем у частника. Это либо просто масло, либо можно топленое масло. Ну, у тех, у кого проблемы с аутоиммунного характера или там аллергические какие-то вещи, то лучше топленое, чтобы уже полностью вынуть из масла живот, этот белок, оставить только жир. Вот, пожалуйста, вам вот такой день, да, еще один вариант. Так, четвертый вариант питания. кофе, например, и финики. Опять же, раньше пыталась, раньше-раньше, да, пыталась там что-то экономить, покупать какие-то дешевые финики, но потом поняла, что лучше не экономить, а покупать вот эти вот большие, толстые, которые королевские, потому что я съедаю их пару штук буквально, и все, я наедаюсь, я больше не съедаю, мне хватает. И расход, в принципе, тоже, опять же, много их не съешь, и не так уж сильно они расходуются. Второй вариант второго завтрака в этот день. Это может быть салат из фруктов. Тут одна из моих подписчиц, одна из моих как бы подопечных, да, Юлия, вот как-то подкинула рецепт салата, и я на него и сама подсела, и подсели мои марафонцы. Вот делюсь с вами, это, значит, что мы делаем? Мы растапливаем на сковородке сливочное масло, ну или топленое масло кладем, да, если у вас есть, туда кладем банан. Можно его крупными кусками, такими крупными кольцами порезать, можно там целиком, как хотите, но этот банан нужно не жарить в масле, а просто его извалять, потому что банан хорошо впитывает масло. Мы, и вот я просто этими кружками, такими толстыми режу, вот так изваливаю в масле и выкладываю на тарелку. Ни в коем случае я не жарю банан, ни в коем случае, просто обваливаю в растопленном масле. Дальше на этот растопленный, на банан растопленном масле я кладу тертую морковь, тертую на крупной терке, свежую морковь, и немножко изюма. Все это перемешиваю, и вот съев такой салат, вы понимаете, что вы есть не захотите, ну, до самого вечера, точно. Это очень такой плотный и сытный салат. Вот, может быть, такой. После такого салата есть долго не хочется, поэтому можно на так называемый обед, или перекус до ужина съесть апельсин. Апельсин, что-то сочное хочется, всегда там мандарин, ну, вот как-то так. Ну, и, наконец, ужин, который 16 часов, и это может быть рыба, например, тушеная, там, менталь какой-нибудь или что-нибудь еще, не знаю, треска, неважно, любая, какую захочется. Например, тушеная с луком, морковью и томатом, это муж называет по-донски. Ну, вот там острый перец туда, чтобы она такая была гидреная, там, чем-то посыпать ее перцем и так далее. Вот это как вариант из питания, ну, приема пищи с животным белком, в принципе, у нас нас вполне устраивает. И дополнением, например, к этой рыбе может быть квашеная капуста. Все, на этом день заканчивается. Ну, и, наконец, последний пример стандартного дня. Кофе, опять же, да, утренний. И заметьте, что мне в течение дня больше не хочется выпить кофе ни разу. Вот, ни разу. То есть, нет никакой зависимости. Это просто такая традиция, видимо, да, и это то, что удовлетворяет запросы. То есть, нет, нет кофейной зависимости. Например, сушеный инжир кофе. Причем, я обнаружила, вот, поделюсь, да, своим наблюдением, что сушеный инжир бывает очень разным. Когда это сушеный инжир, который продается вот таких вот в больших вот коробках, вот так друг к дружке и слепленный лежит, вот сколько я не покупала, я его выкидывала, я не могу его есть, потому что он воняет каким-то то ли химией, то ли какой-то, не знаю, чем-то он воняет. Я его выкидывала. А однажды я нашла очень хороший вариант сушеного инжира. Продается он, ну, у узбеков я беру. Такая небольшая коробочка размером с книжку. Небольшая коробочка, у нее прозрачный верх и там эти инжиринки, они все связаны веревочкой. Вот они такие не очень ровные, они такие даже сморщенные, как естественным путем высушенные. И они все связаны над одной веревочкой, вот так, привязаны к хвостикам, они привязаны к веревочкам. Вот этот инжир вкусный. Опять же, мне хватает, там, две штуки, три, может быть, они не очень большие, и все, наедаешься. Так, второй завтрак, это может быть просто фруктовый салат. Например, мое любимое сочетание, это банан, киви и какая-нибудь ягодка, ягодки, голубика, например. Банан, киви, ягодка. То есть, вот такое сочетание сладкого и слегка кисленького. Я люблю это поливать салат свежими сливками, но поскольку свежими сливками, я имею ввиду частные, частные, которые как сметанка, поскольку жидкие сливки бывают буквально один день, поэтому фруктовый салат у меня получается есть не чаще одного раза в неделю. Потому что можно полить этими сливками немного, потому что когда сливки густеют и превращаются в такую густую массу на сметану, уже салат это не положишь, уже есть это как-то нереально. Поэтому раз в неделю получается есть такой фруктовый салат. На обед у меня, мой обед, который в 14 часов, вполне может быть даже стакан сока. Например, я люблю морковь на апельсину пополам. Морковь и апельсин. Ну и в 16 часов, например, этот день без животного белка, такие дни у меня вполне себе часто бывают. Я их совершенно очень люблю и уважаю. И если бы не мой муж, который больше любит мясо, чем я, то, наверное, у меня таких дней без животного белка было бы больше. Но поскольку я замужем, приходится считаться, а он любит, чтобы мы вместе ели, чтобы у нас не разное было. Поэтому у нас постные дни бывают, но не так часто, как мне хотелось. Ну вот вариант постного дня. Это, например, запеченный картофель, вот запеченный прямо в кожуре, и морковка потертая с чесноком, и опять же со сметаной. Вот. То есть все совершенно несложно и все из совершенно доступных самых простых продуктов. И очень многие из этих продуктов, они либо мои, либо купленные у бабулек на рынке, либо из самого обычного магазина. То есть ничего невероятного, космического, какого-то сложного, каких-то громоздких рецептов, ничего, как видите, нет. Все очень просто и понятно. Ну и теперь несколько, вот буквально три варианта написала, такие, которые бывают редко, так сказать, форс-мажорно по обстоятельствам. Ну вот, например, если мы там куда-то поехали, например, на машине и смогли чего-то взять с собой, зная, что у нас не будет возможности где-то попитаться, может быть, не будет общепита, или мы не хотим в общепит, что может быть? Ну, если, допустим, утром какая-то спешка, быстрее в дорогу рано уехать, это может быть просто кофе с медом, потому что если ты встаешь в пять, например, утра, там даже никаких сухофруктов уже не хочется, это может быть просто несколько ложек меда и кофе с растительным молоком. Вот. И в дорогу бананы, это вот прямо незаменимая вещь. Бананы и яблоки можно взять, и это можно есть прямо за рулем, очень удобно. Что еще можно взять с собой в качестве такого обедика, да, можно взять баночку печени трески и качан айсберга. И вот это вот очень удобно есть. Берешь, отрываешь лист айсберга, да, и ешь его с печенью трески. Очень хороший такой плотный обед, и от него сытно. Ну, и если это какой-то там, ну, так сказать, ранний ужин, да, в режиме наших 16 часов привычных, и если это будет, опять же, дорога, да, и с тобой больше ничего не осталось, и это что-то нужно по-быстрому, чтобы там не ждать ничего, ни кафе, это может быть шаурма. Да, вот прям я не боюсь иногда покупать шаурму где-нибудь там, в каких-нибудь палатках у узбеков, хотя прекрасно понимаю, что там будет майонез, да, из арфинированных масел, понимаю, что там непонятно какое мясо, да, может быть напичканное антибиотиками, ну, и всё такое, да, то есть дневное приготовленное, но тем не менее я считаю, что лучше я съем шаурму, чем я возьму пирожок да, там жареный, например, там с картошкой, вот это такое всё крахмалистый, крахмалистый, то есть лучше всё-таки это будет какая-то растительность и там несколько кусков мяса, вот так. Что ещё, какие ещё варианты могут быть форс-мажорного питания у нас? Например, куда-то поехали, сняли номер где-то в гостинице и завтрак включён, бывает такой, да, завтрак включён, шведский стол и если это не не блещущий особым разнообразием шведский стол, а такой очень примитивный, такой а-ля по-советски там, да, то обычно выбираю яйца в любом варианте, в котором они есть, да, там, либо это сваренные, либо это омлет. Выбираю нарезку огурцы, обычно всегда бывает, конечно, беру кофе и возьму, например, йогурт, очень часто ставят йогурты, ну вот, вот так я позавтракаю. Так, в качестве второго завтрака всегда будет что-нибудь, что удалось купить на ходу, что-то там из магнита, из пятёрочки, я имею в виду какие-то яблоки и опять же или бананы, или груши. Вот, здесь нет никакого противоречия, потому что если я утром хлеб не ела, то на второй завтрак вполне может быть яблоко. Если это обед, опять же, это может быть какая-то кафешка, например, возьмём шашлык и возьмём салат из капусты с морковью. Такие варианты можно найти. Ну и после шашлыка, конечно, уже никакой больше плотной ебе не будет, это может быть чай с лимонным и мёдом. Вот такой может быть. Ну и последний вариант, это праздничный вариант, то, что, например, было вот недавно. Утро всегда начинается с кофе, то есть даже это если праздник, не праздник, то это всегда кофе с фруктами, то есть с сухофруктами. Этим не можем мы изменить эти традиции. Мы даже, если мы куда-то уезжаем, там на машине, то очень часто прям берут с собой контейнер с финиками, с инжиром, что-то такое, и чтобы можно было самостоятельно завтракать. Вот. Что было, например, вот на этот праздник? Был салат из кальмаров. Из чего он состоял? Кальмары, яйца, лук репчатый, кукуруза, горошек и майонез. Но майонез я делала сама из домашних яиц и оливкового масла. Но вот это вот сочетание, оно у меня, это действительно праздничное. То есть, допустим, в обычной жизни я не буду смешивать два вида животного белка. То есть кальмар и яйца я смешивать не буду. Но в праздник я себе это позволяю. Торт был, домашний торт, делали на заказ. Да, совершенно спокойно я это съела. Но вот при том, что я себе, допустим, позволяю какой-нибудь там сложный салат и торт в праздник, я остаюсь верна своему принципу. Я ни за что после вот такой еды, в котором была вареная еда, возможно, были, ну, еще какие-то там, может быть, там, мама блинчики приготовила, да, с грибами, там, блинчики с грибами поели, что-нибудь еще такое термически приготовленного. Я никогда не буду есть фрукты после того, как я поела плотно вот такую традиционную еду. никогда меня ничто не может заставить, мне даже и хотеться этого не будет, потому что я знаю, как плохо на это реагирует организм. Это запускается процесс брожения, и это будет вздутый живот, это будет распирание, ну, это будут нехорошие ощущения. Поэтому вот это у меня строго. И вечером это может быть просто чай, потому что после того, как ты поел какой-нибудь там сложный салат и торт и что-нибудь там еще, и блинчиков, то, конечно, уже ни о какой еде, ни о каком ужине не может быть речи. Это, конечно, будет только питье. Вот теперь смотрите, я немножко прокомментирую вот, да, то, что я сказала, а потом сделаю тот вывод, который я обещала. Да, почему вам нельзя ориентироваться на это. Значит, мои комментарии следующие. когда я питаюсь по своей системе, я всегда думаю о том, чтобы не допускать в своем желудочно-кишечном тракте процессов загрязнения. А они состоят из двух процессов гниения и брожения. Значит, чтобы не было брожения, я не ем фрукты после вареной еды. Я их ставлю только на утро. И вы это заметили, да? А чтобы не было гниения, я не ем много мяса. И самое позднее, что я могу позволить себе, это вот 16 часов. Позже я мясо уже не ем, потому что я знаю, что организму будет трудно его уже расщепить. Останутся нерасщепленные части животного белка. частицы, будем так говорить. И они могут провоцировать гниение. Вот брожение и гниение это такие два страшных патологических хронических процесса, которые происходят с людьми, которые питаются традиционным образом. То есть это практически основная масса людей. И это приводит к воспалительным процессам организма. И поэтому люди болеют. Вот собственно и вот все и все принципы, из которых я исхожу. А теперь я скажу, почему вам не надо ориентироваться и сразу переходить на такое питание, как у меня. Во-первых, вы можете просто попробовать. Вот все, что я описала, вы можете просто попробовать и сделать вывод, подходит вам это или не подходит. если вы из числа уже подготовленных людей и вы уже несколько лет пытаетесь как-то что-то перестраивать, отказываетесь от вредности и в принципе себя не перегружаете какой-то сложной тяжелой едой, вы можете попробовать вот такой формат. И если вам это будет хорошо, то есть прям вот отлично, вы себя отлично чувствуете, у вас прекрасный стул, каждое утро в одно и то же время, а может быть даже не один раз в день, у вас полно энергии, у вас ничего не болит, не пучит, да, у вас там прям красота, вы себя замечательно чувствуете, и вы не голодный, значит вы попали в точку и продолжаете вот в таком духе. Но если вы понимаете, что вам где-то некомфортно, начинаются вздутия, начинается где-то может быть изжога, где-то может быть тошнота, какая-то отрыжка, что-то заболело, что-то как-то заспазмировал и так далее, значит есть вот какие варианты развития событий. Значит первое, у вас может быть еще пока недостаточное количество ферментов для расщепления фруктозы, вот то есть для усвоения фруктов. Понимаете, я по своему опыту, по опыту общения с людьми, с моими клиентами, подопечными, я знаю, что есть немало людей, которые не любят фрукты вообще, вот просто терпеть их не могут. И если вдруг такой человек сейчас начнет активно с утра есть фрукты, у него организм не будет готов их расщеплять. То есть это называется, ну, либо это маляабсорбция фруктозы, то есть это полное неусвоение фруктозы, либо это просто недостаточное количество ферментов ее расщепления. И эта фруктоза начнет делать с вами очень плохие вещи. То есть у вас начнется распирание ЖКТ, вы будете себя очень хорошо чувствовать вплоть до расстройства стула, вплоть до тошноты и рвоты. И вам это нужно обязательно отследить. Если вы увидели такие симптомы, значит уменьшайте количество фруктов, либо убирайте их совсем и пытайтесь это как-то заменить хотя бы например на плоды. скажем помидоры или перец это же тоже относится к категории фрукты, но они немножечко другого по вкусовым свойствам. Там кислоты меньше. Пробуйте как-то менять. Может быть скажем виноград запускает плохой процесс, а банан не запускает. Или там помидор запускает, а огурец не запускает. То есть надо тестировать продукты и подбирать плоды. Подбирать продукты в соответствии с реакцией организма. Теперь по поводу жиров. Жиры я считаю, вот вы заметили, что жиры у меня в принципе в достаточном количестве присутствуют. это и масло, и сметана, это и мясо, и рыба, и яйца, и печень трески, и оливковое масло, и что там, лен, это тоже жиры, да, бараний жир. То есть жиров у меня питания достаточно. Я вообще, если бы я, если бы у меня был лишний вес, я бы, наверное, была приверженцем кето. Да, поскольку на кето мы ориентируемся в основном на питание безуглеводное, на жирах и овощах. Потому что как раз вот такой формат питания, да, кето, он хорош для тех, у кого не усваивается фруктоза и кому нужно скинуть лишний вес. Но у меня фруктоза замечательно усваивается, я очень дружу с ней, поэтому мой организм принимает вот такие сочетания, как вишня и сметана, да, то есть вот это у меня хорошо заходит, у кого-то может не зайти. Особенно если у человека много лишнего веса, вам могут не зайти сочетания жира и фруктозы. И вот здесь, пожалуйста, будьте аккуратны, наблюдательны и если чувствуете, видите, что это не приносит какого-то хорошего результата, разъединяйте, да, либо убирайте вообще фрукты, а жиры оставляйте только с овощами, да, только в своем таком безобидном сочетании. Вот. Наблюдайте, наблюдайте за собой. Что касается животного белка, там мясо, рыба, яйца, да, вот это. Но вообще мы привыкли эту пищу есть, да, мы привыкли получать из нее питательные вещества, витамины, в первую очередь, не говорю белки, аминокислоты, в первую очередь, конечно, там мы получаем витамины в готовой форме из животной еды. И если вы думаете, что здоровое питание это питание без животной еды, то я спешу вас заверить, что это ошибочное мнение, и что если вы до сегодняшнего дня питались животной едой и вдруг решили ее убрать, то вам будет плохо. Вы постепенно получите дефицит, и это может плохо отразиться на вашей внешности, на вашем здоровье. Поэтому советую не торопиться убирать животную в еду с его рациона, я вообще не советую ее убирать, я советую просто к ней разумно относиться, да, как видите, у меня она в разумном количестве, в хорошем сочетании и не поздно. Поэтому не торопитесь убирать животную в еду, не стремитесь делать это ради своего здоровья. Другой вопрос, если у вас онкология, если у вас аутоиммунные, если у вас аллергические какие-то вещи, здесь нужно очень пристально посмотреть на животную еду и возможно на время от нее отказаться. Вот, но это опять-таки вопрос индивидуального порядка. Вот теперь вы понимаете, да, что подход к питанию это очень индивидуальная вещь и что на каждый отдельно взятый организм всегда обязательно придется какой-то индивидуальный подход. Хотя я не исключаю, что многим может это подойти. У меня есть такая услуга, она называется разбор рациона. Это очень простая услуга, то есть человек присылает свое питание, ну человек, который хочет изменить питание и который имеет какие-то проблемы, присылает описание своего питания и присылает описание своих болячек. Вот. И я рассматриваю его описание и на основе этого составляю ему новый рацион, делаю разбор ошибок его, к чему это приводит, расписываю, да, и расписываю как этого избежать, то есть как нужно изменить питание, чтобы решить свои проблемы со здоровьем. Опираюсь на состояние человека, на его привычки, на его пристрастие, на его цели и задачи, ну и на его физиологию, то есть как на сегодняшний день, каково его состояние, его организм и насколько организм готов сейчас менять, изменить это питание. Вообще, вот, как бы, заканчивая мой сегодняшний вебинар, я хочу сказать такую фразу, что на самом деле питание, оно может быть очень разным, у разных людей питание может быть очень разным, и каждый отдельно взятый человек может чувствовать себя вполне здоровым именно на своем образе питания, то есть нет какой-то единой формулы здорового питания, которую можно было бы применить ко всем, вот, прямо с точностью до миллиграмма, да, как я, например, описала, и гарантировать, что каждый будет на этом питании здоров. Это всегда будет какая-то индивидуальная история, но нужно помнить только одно, что для вас здоровым питанием будет только такое, с которым справится ваша пищеварительная система. То есть вот если ваша пищеварительная система готова на сегодняшний день усваивать гвозди, значит гвозди будут вашим здоровым питанием. Ну, вы понимаете, да, что я говорю образно. И если ваш организм прекрасно справляется с вот таким-то сочетанием и вам от этого хорошо, значит пусть это на сегодняшний день будет так. Опять же разный возраст, разные, даже национальная принадлежность имеет большое значение, разные доши, да, если об этом слышали, разные времена года, место проживания, да, это все очень сильно влияет на наши рационы, да, и наш выбор на тот или иной рацион. Это, собственно, все, что я хотела сказать на сегодняшний день, да, это было описание моего питания, это были выводы, которые я сделала для вас, чтобы вы не делали ошибок, и потом не сказали, что, а вот Бая так сказала, а она вот доктор натуропатии, она вот так посоветовала, а мне стало плохо. Нет, это было описание чисто моего питания, к которому я пришла за 7 лет, теперь уже, да, с 2016 года, и это был просто мой опыт. Я буду рада, если он вам пригодится. Благодарю вас за внимание и заканчиваю на сегодня свой эфир.